Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения, ЦНС. Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Это приводит к тому, что личный состав РФ деморализован. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления. Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку, сообщили в Центре. По информации от подполья, деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет. На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных «мясных штурмов» российского командования. По имеющейся информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Потери именно на Авдеевском направлении за последнюю неделю около 5000 среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники, отметили в ЦНС, ситуация остается сложной. Но контролируемой силами обороны Украины, известно, что 74-е и 114-е отдельные мотострелковые бригады ВСРФ фактически потеряли боевую способность – бои за Авдеевку. Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте. Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте. В третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке. Но кафиры привлекли к боям силы двух регулярных армий. А соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1. Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на Коксахиме вспыхнули цистерны с мазутом. Сегодня командующий УСУВ, Таврия, Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции «Зенит» на юго-восточной окраине Авдеевки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.